Гибрид в наше время вещь незаменимая. И действительно, зачем тратить лишние деньги на два устройства, если можно один раз купить на самом деле хорошую вещь? И сегодня у меня на обзоре новинка. Гибрид Neoline Deep Scan с Wi-Fi модулем. Устройство, которое сочетает в себе сигнатурный радар-детектор, GPS-информер и видеорегистратор. Также устройство получило Wi-Fi модуль, который позволяет быстро и просто через приложение Neoline Connect обновлять ПО и загружать GPS-базу радаров и камеры, чего раньше не было в продуктах компании. А еще новинка отличается максимально расширенной комплектацией, которая позволяет сразу максимально использовать весь потенциал устройства, в том числе полезный парковочный режим. Но давайте разберемся с устройством от и до. Комплектация, которая попалась ко мне в руки, имеет приписку Black. Упаковка стандартная для компании Neoline, но бросилась в глаза обновлений дизайна. Теперь он в темном цвете, но нам куда интереснее, что расположили внутри. Сам Гибрид похож на своих братьев из 9000-й линейки. На достаточно массивном корпусе с двух сторон вокруг дисплея расположены кнопки управления устройством. Спереди линза приемника и объектив. На левом торце слот под карту памяти и вход для питания. Дисплей имеет размер 2 дюйма. Да, не самый большой показатель, но его вполне достаточно для всех задач. На правом торце расположена голубая кнопка Hotkey. Пользователь может самостоятельно задать функционал этой кнопки, изменить яркость дисплея, добавить опасную зону или зону тишины, а также начать экстренную запись. Кроме самого гибрида, в версии Black вы найдете инструкцию гарантийный талон, карту памяти на 64 ГБ, которую теперь дают в подарок, прозрачную пленку, чтобы не портить лобовое стекло двусторонним скотчем, два типа креплений на trim скотче с активным питанием и на присоске, стандартный кабель питания в автомобильную розетку и парковочный кабель для питания Fuse Core 3 Pin для подключения гибрида к бортовой сети автомобиля для включения режима парковки. Теперь давайте пробежимся по меню. Оно здесь в стандартном стиле компании разделено на две категории настройка видеорегистратора и настройка радар-детектора. В первом варианте вы можете настроить яркость дисплея, качество записи видео, экспозицию, чувствительность G-сенсора и так далее. Ну и как я сказал, теперь в устройстве появился Wi-Fi. Приложение называется No-Line Connect. Скачиваем его, что на Android, что на iPhone, и можем обновлять ПО и базы GPS-гибрида, просматривать текущее видео в онлайн-режиме, скачивать, просматривать уже записанные видеоролики, делиться ими в мессенджерах, ну и конечно управлять базовыми настройками гибрида. И я скажу, давно пора было. Что касается видеосъемки. Тут установлен 323-й сенсор от Sony, немного доработанной компании No-Line. Отличная золотая середина. Качество записи сейчас можно увидеть на экране. Все в лучших традициях компании No-Line. И да, бесспорно, я бы очень хотел увидеть 4К-разрешение в обновленных моделях. И думаю, ребят из No-Line меня рано или поздно услышат. Ну и этого качества для выполнения задач более чем достаточно. Номера можно рассмотреть с вполне хорошего расстояния, а поставив на паузу их можно прочитать без особых проблем. Также не забывайте корректно настроить CPL-фильтр. Избавитесь от ненужных бликов. Тем более, что фильтр тоже идет в комплектации. Но настраивается он не совсем стандартно. Сейчас расскажу, в чем фишка. Он здесь не регулируется на необходимом углу, так сказать. Вы можете лишь просто его взять, снять. Крепление достаточно надежное, но выбирать приходится из 4 как таковых положений. И методом проб и ошибок я понял, что лучше всего использовать его, надев сверху. Но вы у себя обязательно проверьте, как у вас бликов будет меньше. Как-то так. Оригиналы файлов я обязательно прикреплю в описании видео. И там же вы сможете посмотреть все сами. Тем более, YouTube частенько урезает и сжимает качество. Ладно, теперь давайте перейдем к детектированию. По заявлению производителя, этот гибрид стал первой моделью с радарной платформой нового поколения. На Лайн Дипскан используются два LNA усилителя сигнала для наилучшей дальнобойности. Это дает до плюс 150% расстояние обнаружения радаров по сравнению с обычным радаром. Также присутствует отдельный лазерный приемник с усилителем сигнала для детектирования самого сложного лидара в России Плескана. И специальный модуль для уверенного детектирования сложнейшего радара-мультирадара. Большой тест данного устройства я дополнительно обязательно проведу. А в рамках первого взгляда устройство действительно качественное и отлично показывает себя и в городе, и на трассе. Ну и конечно база камер также присутствует. GPS информатор с международной базой координат расположения камер и радаров по всему миру. База радаров в России и СНГ обновляется ежедневно и содержит более 150 тысяч объектов. А это значит, что у вас будет наверняка стоять самая свежая база. И это действительно удобно. Из интересных фишек, как обычно, четыре вида озвучки. Коротко и ясно. Ну и фирменный голос Дэдпула в этой модели также присутствует. И меня он постоянно улыбает. Кстати, еще одна мелочь, которая меня удивила. Заметили? Мне очень понравился момент, что он говорит «Еще камера». То есть он понимает, что была предыдущая. Вот это, конечно, крутая штука. Мне нравится. Я здесь, правда, не выставил 20 км в час, и он говорит, что я сейчас превышаю. Хотя еду 50. Не мешайте скорость. Но сам факт прикольный. Также в устройстве присутствует автоматический режим парковочной съемки с записью по движению в кадре или удару. Необходимый для работы режим и кабель прямого питания отбор сети уже есть в комплекте. Главное корректно подключить гаджет в блок предохранителей. Если включен парковочный режим и машина на охране, при ударе происходит запись, а файлы сохраняются. В общем, штук крайне удобная. Также в устройстве установлен суперконденсатор, то есть отсутствует литиевая батарея, поэтому исключена взрывоопасность, перегрев и потери видеофайлов. Ну, как-то так. Думаю, для базового обзора информации более чем достаточно. Стоимость новинки на момент старта продаж 22 990 рублей. Но это этап предзаказа, поэтому стоимость будет выше и стоит ее мониторить на момент обзора, переходя по ссылке в описании. Да, это, конечно, немало, но в текущих реалиях рынка реальная цена для отличного гибрида. Как я и сказал, ссылка будет в описании, но на сегодня все. Пишите в комментариях, как вам такая новинка от компании на онлайн и стоит ли ее покупать, по вашему мнению. Ну, а, конечно, не забывайте лайк поставить за мои старания и на канал подписаться, если еще этого не сделали. На сегодня это все. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok